Всем привет! Сегодня постараемся изготовить счетчик кадров для сновидений. Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения? Блин, ну каждый год одно и то же. Женщина ночью идет мимо кладбища. В одной идти страшно. Вдруг смотрит, один мужик идет. Она говорит, я боюсь, пойдемте вместе. Идут они, мужик анекдотит, рассказывает. А женщина говорит, какой вы веселый. А тот говорит, видела бы ты меня при жизни. Торорой, я опаздываю. Налей себе чай, сахар сам. Хорошо. А сколько ложечек сахара я люблю. Магазин заходит, папулька, и спрашивает. Синок, ты не знаешь, где делают гробы? Продобец говорит. Конечно знаю, папулька говорит. Так вот, сынок, они тебе понадобятся, если ты меня сейчас обвешаешь или обсчитаешь, понял? Дед Петруха, ты вообще о Гоголе что-нибудь знаешь? Конечно знаю. Это мой любимый поисковик. У пивного ларка. Из окна высовывается баба и кричит. Мужики, его только что привезли. И я не успела разбавить, поэтому буду наливать только по полкружки. Дед Петруха говорит. Ну хорошо, тогда по полцене. Бывают моменты, когда я очень хочу замуж. Тогда я одеваю халат, пикуди, одеваю тапочки и иду варить порш. Через час отпускает. Дед Петруха, Дед Петруха звонит. Алло, зять, я взяла билет на поезд и еду к вам. Как вы поживаете? Дед Петруха говорит. Понял, мамаша. А в остальном все хорошо. Прошу уволить меня с должности генерального директора ОАО «Газпром» по собственному желанию. Но вы же у нас не работаете. Вы главное уволите. С таким резюме я всегда работу найду. Даю советы, как стать богатым. А сам почему бедный? А мне никто советов не дает. Указывается, в самолетах летят люди более приветливые, чем в библиотеках. Почему? Ну, например, если в библиотеке закричать «А-а-а-а-а-а», то все посмотрят на тебя как на сумасшедшего. А если в самолете закричишь, то все с удовольствием тебя поддержат и тоже начнут кричать «А-а-а-а». Если видео вам понравилось, прошу делиться в социальных сетях, подписываться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...